как начать товарный бизнес на авито и наконец-то уже на нем зарабатывать в этом видео я вам расскажу от начала и до конца об авито от регистрации до фотографий до цены описание и так далее всем приятного просмотра и первое самое банальное это нужно зарегистрироваться на авито но здесь мало того что нужно зарегистрироваться допустим вы зарегистрировались на авито на самом деле здесь не очень важно выберите ли вы магазин или частные потому что у меня есть этот аккаунт этот аккаунт есть как магазин есть как вот частное лицо и одинаково продается что на этом аккаунте что на этом аккаунте все нормально главное здесь когда вы только зарегистрируете здесь это нужно ну это Это очень важно, потому что вы когда регистрируетесь на Авито, и, кстати, даже не особо важно, вот там, ну, фотографию нужно, паспорт, а там, чтобы, как бы, сначала подтверждаете телефон, потом ваши данные, фотку отправляете паспорта. У меня есть аккаунт, где я паспорт отправлял, а есть, где не отправлял, и, честно, праздницы как-то я не увидел, ну, что люди на этом аккаунте пишут, покупают, что на этом пишут, покупают. И самое главное здесь, когда вы зарегистрировались, не выставляйте сразу кучу объявлений, выставляйте там одно-два в неделю, первые две недели, это нужно обязательно сделать, там, на одном, допустим, там выставляете два, ну, три, объявления, где-то в неделю, во втором, там, три, пять объявлений, а дальше уже, как пойдет, потому что Авито во многих случаях считает это, как бы, спам, не знаю, почему так это работает, но это реально так работает, это очень странно. И обязательно, что нужно сделать будет, это накрутить себе хоть какие-то отзывы, там, попросить родителей, знакомых, друзей, неважно кого, пусть они вам, но на Авито должен быть прям диалог, там, типа, здравствуйте, продаю, еще продаете, там, туда-сюда, вот тогда эти отзывы засчитаются, и у вас будут первоначальные хоть какие-то отзывы, когда люди будут покупать, потому что на самом деле очень многие читают отзывы, заходят, смотрят, за что оставили, за тот ли товар, который он покупал, поэтому здесь нужно обязательно, обязательно накрутите себе хоть какое-то количество отзывов. И второе, второе, конечно же, нужно определиться с направлением, что вы хотите продавать, потому что, смотрите, допустим, я продаю бытовую технику, и у меня только бытовая техника, ну как, я иногда там мешаю, есть бытовая техника, есть компьютерная гарнитура, там, мышки, наушники, это две совсем отдельные вещи. Вот бытовая техника, там, допустим, да, там чайники, утюги, пылесосы, блендеры, все вот это вот на одном аккаунте, мышки, наушники, клавиатуры, это на другом аккаунте, но я иногда размешиваю. Иногда я выставляю, там, могу выставить несколько объявлений, где продаю наушники, мышки, туда могу выставить несколько, но я не делаю как барахолку из этого. Вам здесь тоже нужно учитывать, здесь нужно выбрать, что вы хотите продавать, потому что, допустим, допустим, бытовая техника, это просто огромное количество товара. Это очень много, у меня даже столько нет товара, хотя я конкретно этим занимаюсь, да, и у меня поставки просто огромные, и то у меня столько нет, там, чайники, утюги, блендеры, там, кофеварки, кофемолки, холодильники, стиралки, посудомойки, это все одна категория. И вам лучше выбрать какую-либо категорию, что вы хотели бы продавать, потому что тогда Авито будет закидывать вас и в похожие магазины, и в похожие объявления. Если у вас будет куча разного товара, то он, ну, алгоритмы так работают Авито, что он не будет вас ни в похожих, он не поймет, куда вас нужно закидывать. Как бы в поиске ваше объявление будет, но там в похожих, вот, допустим, там человек зайдет на мышку, зайдет в похожих, вашего не будет, либо магазин, да, там, ну, или частный, неважно. Даже если частное объявление, он все равно кидает это, как похожие магазины, если вы специализируетесь только на одном направлении. Вы, как бы, ну, тем самым какую-то часть клиентов вы теряете, поэтому вам нужно здесь разобраться с направлением, это прям, ну, обязательно, обязательно сделайте, чтобы ваш аккаунт, он и выглядеть будет на самом деле по-другому, и выглядеть будет приятно. И, ну, и когда одна категория, реально, у меня просто бывало такое, что у меня как-то в какой-то момент, давно еще, было как барахолка там все было, и, честно, по продажам было плоховато. Когда я разделил это, очень-очень хорошие продажи у меня стали. Третье, это нужно, ну, конечно же, вот после того, как вы выбрали уже направление, как хотите искать поставщиков, поставщиков на самом деле очень много, с того же ТЯК Москва, садоводок, кто с Москвы может просто напрямую поехать. Знаю, многие из городов едут, чтобы пообщаться с поставщиками, прям там договориться, и они будут вам отправлять. Либо, да, также ко мне вы можете обращаться, ссылка в телегу, в описании такая, реклама. Да не, ну, серьезно, как бы, я, допустим, занимаюсь бытовой техникой. У меня не новая бытовая техника, у меня БУ, и, ну, как, относительно там что-то, где-то мятая коробка, где-то нужно прозереть такой вот товар, как бы, и он очень хорошо продается, потому что этот весь товар оригинал. Да и сколько куча блогеров есть, которые предлагают свои товары, вам хотя бы для начала нужно попробовать. Потом вы уже будете искать сами этих поставщиков, уже стараться как-то больше напрямую, чтобы не посредник-посредник-посредник, да. Вот более напрямую вы можете брать, потом будете все равно искать, как бы. Но я, допустим, у меня нет посредников, я беру товар напрямую, поэтому здесь и цена, соответственно, совсем другая. Но также на Авито можете посмотреть там товары оптом, просто написать, и у вас там будет куча-куча всего. Но обязательно проанализируйте рынок, допустим, вы увидели, что вам отдают там... Ну, я сейчас буду говорить про бытовую технику, так как я не продавал с садоводов, с тяга, там, несколько, пару раз вещей, и то, ну, как бы, у меня не получилось особо. Нужно проанализировать прям очень хорошо, допустим, вы нашли где-то у какого-то человека, я не знаю, кофемашины, да. Допустим, он отдаёт, ну, я как за свой товар, который как не новый, как бы, ну, не новый товар, поэтому вот будем анализировать отсюда. Смотрите, допустим, там есть модель, цена модели, вы эту модель вбиваете в интернет, смотрите, сколько она в магазине стоит, но не на официальных сайтах. Не смотрите, там всегда дороже. Смотрите, что вот там продают, допустим, вам человек отдаёт за 4 тысячи оптом, да, он стоит 6 в магазине, и в Абита вы пишете эту же модель, этого же бренда, и его там будут продавать по 3 тысячи, по 3 500, ну, как бы, вам здесь особо нет смысла. Но ещё нужно учитывать, допустим, вы также берёте ту варку, да, ну, кофемашину, она стоит там 6, вам отдают её там за 3, и вы смотрите людей, потому что здесь немножко, как вам объяснить. Смотрите, вы берёте кучу товара, вы не должны смотреть на тех, кто продаёт реально своё, вам нужно найти магазины, которые продают такой же товар, и уже по ним ориентироваться. Я, допустим, так делаю с мышками, у меня есть подбор магазинов, которые продают такой же товар, как я, и я уже по ним ориентируюсь, у них совсем другие цены, нежели чем люди, как бы, своё продают. Но люди, которые своё продают, они будут эту вечность продавать, потому что у людей более, как бы, доверие, когда человек этим занимается, у него много всего, короче, и хотя бы будет, допустим, такой же бэушный товар, но он купит его у вас, потому что у вас много такого товара, вот. Здесь, ну, обязательно, обязательно проанализируйте и на авито за сколько продают, и в магазине за сколько продают, всё-всё это нужно анализировать, чтобы не встрять. То вы можете взять товар и, по сути, потом его не продать, потому что мы, вот, пример с кроссовками. Мы брали кроссовки давно, где-то года два назад, чисто для видео, как бы, с нуля до 100к, и взяли мы их по 900 рублей, я не смотрел, сколько они на авито, когда посмотрел на авито, их продают в розницу. В розницу люди продают по 600 рублей, ну, это жесть, ну, это реально жесть. Поэтому здесь обязательно анализируйте рынок, чем вы хотите заняться, и цены обязательно тоже пробивайте, кто за сколько продает, как часто продают, вот это тоже обязательно, обязательно учитывайте. И самое главное из всего вот этого года, это фотографии и описание. Описание, честно, у меня, вот, на разных аккаунтах было по-разному. Где-то я продаю как частное лицо, допустим, там, продаю мышку такую-то в отличном состоянии, мышка оригинал, там, любые проверки, звоните, пишите. Также отправляю авито доставкой. Все, это вот одна часть описания у меня, и она более продаваемая, если честно, нежели когда я делал как магазинное. Там брал, там, куча, все характеристики, такие описания, там, ну, у меня, у меня лично, у многих, наоборот, это лучше, когда у меня нет. У меня обычное коротенькое описание, и оно и работает с ценой, когда, ну, там, отправляю так же авито доставкой, цена в конце, все, вот. Или, ну, такое тоже продается, ну, у меня реже, но знаю, у многих, прямо вот, когда характеристики, там, мы предоставляем вам, там, сервис такой-то, там, куча всего, там, остатки со складов или еще что-нибудь, там. Вот, вот такие описания вам тут тоже нужно выбрать, но здесь, на самом деле, вы можете поэкспериментировать, как бы, и уже для себя выбрать описание, но, что самое главное, это фотографии. Фотографии обязательно, обязательно делайте качественными, старайтесь, чтобы не было налябисто, нигде никаких цветочек, бабочек и так далее, вам это не нужно. И, как бы, к фотографиям нужно еще свет, и очень много, чтобы его было, с выставлено, с левь, светом, и, причем, помимо этого, даже, когда вы это все отфоткали, и вам кажется, что это круто, да, вы, там, допустим, на белом фоне, у вас, там, свет с этой стороны, с этой, четко видно товар, этого тоже недостаточно. Вам нужно еще его в редакторе обработать эту фотку, чтобы сделать чуть поярче, чуть покачественней, чтобы, вот, прям, вы, когда выставили на авито, он, прям, выделялся от всех объявлений. Вот это тоже нужно делать, потому что, ну, авито сейчас уже, все знают, там, как marketplace больше, и каждый пытается как-то выделиться, соответственно, вам то же самое надо. Да, да, обычная серая фотка, не знаю, там, просто вы кинете этот товар, сфоткаете, не будет продаваться. И еще даже, вот, это более новая тоже штука, с авито, это просто к дополнению, все, фотографии мы убрали, вот, фотографии нужно, прям, очень, очень подходить с умом, и больше на фотографии делать акцент, потому что фотографии решают все, там, ну, вы сами даже можете зайти на авито, ну, что вы смотрите, все время только на фотографии, что люди продают. Соответственно, вот, вам то же самое нужно делать, чтобы это объявление, как бы, выделялось. И еще очень крутая штука, когда я хочу что-то быстро продать, это вот сейчас недавно на авито, вот, просто к дополнению ко всему этому видео. Видео, это очень крутая тема, не вот это, которое вы ссылку оставляете, там, на свой YouTube, или на YouTube, не знаю, куда ходите, туда выставляете, хоть на свой компьютер, неважно, короче, не то. У них появилась фишка, именно вы с галереи загружаете в авито, это очень удобно, потому что, когда там YouTube, Рудуп, вот эта вся фигня, я не выставлял видео. И когда я хочу быстро продать, мы снимаем видосы, ну, я могу, ставлю вам пару видосов, посмотрите, и жесть, как хорошо продается, очень быстро, потому что вы листаете, допустим, ленту на авито, и это объявление сразу же включают видосы, вы просто не можете не обратить внимание на это видео, поэтому видео здесь очень тоже круто, если хотите, вот, для начала, если есть какой-то такой товар, ну, какой-то такой товар, то можете снимать видео, это рабочая тема, я обычно делал, там, допустим, с клавиатурами, да, то снимали мы видео, выставляли, я еще на него покупал Excel, чтобы оно было большое, да, там, 80 рублей оно стоит, но, ну, на неделю, ну, мне кажется, это смешная цена, как бы выставляешь, и оно у тебя еще и на весь экран, и ты, когда листаешь ленту, он такой огромный, и сразу, сразу, у тебя моментально включается видео, и ты даже не можешь пропустить. Вот такие вот пять советов по продажам на авито для начинающих, так что, если кому было интересно или полезно, напишите мне в комментариях, мне будет очень приятно почитать, или, там, может, какие-то дополнения есть, чтобы люди, которые могли заходить, которые смотрели это видео, почитали еще комментарии, может, вы что-нибудь, да, полезное это скажете, что у вас как-то, ну, там, по-другому немножко работают, давайте друг другу помогать, всем спасибо за просмотр, всем пока!